Всем привет! Меня зовут Даша. Добро пожаловать на 12-й урок словацкого языка. Мы с вами продолжаем изучать основы словацкого языка, чтобы вы умели читать, писать, понимать и, самое главное, разговаривать на словацком языке. Не забывайте оставлять ваши комментарии и лайки, ведь чем больше комментариев и лайков, тем больше видеоуроков словацкого языка. Ну что, приступим изучать новый материал? Итак, тема сегодняшнего нашего урока будет день, месяц, год. День, месяц, рок. Давайте же рассмотрим. Итак, рок равнася 12 месяцев, то есть в одном году 12 месяцев. Един рок равнася 12 месяцев, един месяц равнася 4 тыжни, то есть в месяце одном 4 недели. 4 тыжни, един тыждень, 7 дней, в одной неделе 7 дней. Един день равнася 24 годины, година равнася 60 минут, единя минута равнася 60 секунд. Думаю, понятно. Дальше рассмотрим времена года. Итак, у нас мы отвечаем на вопрос чё, то есть что, кэди, когда и аки, какой. Чё, у нас есть яр, весна, яр, весна. Когда? На яр, весной, на яр. Какой? Весенний, ярный, весенний. Лето, когда в лете, какой летний. Есень, осень. На есень, весени, какой есенний. Что? Зима, когда в зиме, какой зимний. Идёмте дальше, рассмотрим месяца. Какие есть в словацком языке. Януар, фебруар, морец, април, май, юн, юл, аугуст, септембер, октобер, новембер, децембер. Думаю, тут даже перевода не нужно. Януар, январь, фебруарь, февраль и так далее. И так далее. Так же, у нас мы отвечаем на вопрос. Кеды, когда в януаре, во фебруаре, в марте, в априле, в мае, в юни, в юли, в аугусте, в септембре, октобре, в новембре, в децембре. А кей, какой? Януаровый, фебруаровый, марцовый, априловый, майовый, юновый, в юловый, аугустовый, септембровый, октобровый, новембровый, в децембровый. Идёмте дальше, рассмотрим недели и дни в неделю. А сейчас важная информация для тех, кто хочет поступать в Словацкий университет. С этим вам может помочь компания Little Dream. Они помогут вам с подготовкой всех документов, с подачей всех документов, с сопровождением по Словакии, открытием карты ВНЖ, заселением в общежитии, да и с прочим другим. А от меня вы получите скидку 50 евро по промокоду Соловьёва15. Кстати, при этой компании есть и курсы словацкого языка. Все ссылки я оставляю под этим видео в описании. Ну а мы продолжаем изучать язык дальше. Итак, рассмотрим рабочую неделю, то есть тыждень, цеж тыждень, тыждени, то есть неделя, через неделю, недельный. И рассмотрим выходные дни. Викенд, цезвикенд, викендовый. Викенд это выходные. Цезвикенд, то есть все выходные, викендовый, выходной. В русском не переведу. Чо, кэди, аки. Что, когда и какой. Итак, понделок, в понделок, аки, понделковый, либо понделняющий. Понедельник. Уторок, вторник. Кэди, в уторок, аки, уторковый или уторняющий. Среда, стрэда. Кэди, в стрэду, какой, стрэдайший. Штверток, четверг. Штверток, когда, во штверток, аки, штвертковый. Пятница, пяток. Кэди, в пяток, аки, пятковый. Выходные дни. Собота, суббота. Кэди, в суботу, аки, суботный или суботняющий. Неделя, воскресенье. В неделю, аки, недельный, недельнейший. Также у нас есть слова сегодня, вчера и завтра. Сегодня, днес, сегодня, днес. Вчера, вчера, завтра, зайтра. А какой, аки, днешний, сегодняшний, днешний день, сегодняшний день. Вчера, вчерайший, вчерашний, зайдрающий, завтрашний. также давайте рассмотрим с вами даты дату это дата кэди кто когда какого числа и так них например какие-то праздники хотим там или еще или что-то будет происходить и мы скажем 1 числа и в январе первого 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 януара 2 2 2 февруара 3 3 3 3 марта 4 апреля 5 мая 6 юна 7 юла 8 августа 9 септембра 10 октобра 11 новымбра 12 децембра 20 марта 20-го 8 апрела 30 мая потом если у нас какой-то промежуток то от 24 мая до 3 юна также давайте еще рассмотрим прономина то есть мы хотим сказать кто-то или никто или все там что-то сделали и так кто не кто кто-то спрашивает нас кто пришел и кто-то кто-то кто не пришел никто если вообще ноль процентов никто не пришел то никто никто не пришел сто процентов то сто процентная заполненность было зала все то есть пришли каждый то есть каждый либо в шетте то есть все шейцы пришли чё что что-то нечего нечего тебе купить что-то нечего ноль процентов ничего не хочу ничего не надо ничь ничего нечь сто процентов это точно что ты хочу все хочу шепку все в шетку диди когда когда поедем в отпуск когда не поймем на долго не queda и никогда-то некий ли Uganda там как-нибудь пойдем ни а какие будем никогда не пойдем н platinum нигде-либо никогда бы не был sodium В Словакии нигде сам не был на Словенском, нигде, вжды это всегда, вжды, вжды ходим на куполиску, вжды, всегда, где это где, то есть мы скажем где-то, ты где, где-то, негде, негде, если вообще я нигде, нигде, нигде сам не был, нигде, это у нас было никогда, а тут нигде, нигде я не был, нигде, где ты был, в шаде, везде, в шаде был, в шаде сам был, в шаде, кам, куда, куда, куда идешь, неком, куда-то, куда-то иду, неком, если никуда не иду, то ником не иди, не иди, ником, ником, никуда, если везде хочу обойти, то в шаде, в шаде, везде, везде, везде все обойду, все обойду, везде пройду, в шаде, Окей, дальше, у нас есть вопрос, ако часто, как часто, там что-то ходишь куда-то, делаешь что-то, неважно, если сто процентов, всё время, прям, вжды, всегда, вжды, это всегда, восемьдесят процентов, это, тут можно выбрать несколько слов, тут есть синонимы, так, вечину, обичайные, звичайные, велми часто, вечину, то есть, часто там как-то хожу, вечину, такое, обичайные тоже, обычно хожу туда-то, звичайные, тоже привык, типа, ходить туда иногда, велми часто, очень часто, шестьдесят процентов, это часто, часто ходим там, но не всегда, пятьдесят, сорок процентов, это некеди, иногда, некеди, двадцать процентов, мало кеди, мало кеди, никогда, нигде, нигде не такого не происходило, нигде, отлично, идемте дальше, тут у нас задание, и уже с решенными ответами, итак, нам дали в скобочках то, что нам нужно поменять, итак, днес, сегодня, днес, меню было велми худне алацне, а нам нужно сказать, что сегодняшнее меню было меню, меню было сегодня вкусное и дешевое, и мы скажем днешнее, то есть сегодняшнее, днешнее меню было велми худне алацне, дальше, завтра, что там было, поговорят вложите, значит, завтрашнее собеседование, поговорят вложите, очень важное, завтра еще поговорят вложите, вчера порада была долго, то есть вчерашняя, нужно сказать, вчерашняя встреча, порада была долга, вчераишняя порада была долгая, порада это как больше совещание, вчераишнее совещание было очень долго, вчераишняя порада была долга, дальше, в днес, концерт е выпродали, сего дняшний, значит, концерт уже распродали. Всё, на него билеты распроданы. Значит, внешний концерт я выпредан. Зайтра встретить я срюшене. То есть встреча отменена. Завтрашнее. Зайтрайшее встретить. Э встретить. Оно значит Зайтрайшее встретить я срюшене. Концерт это он, значит мы добавляем ипсилон. Днешний. Аки. Днешний концерт. Порада это она. Женский род. Значит, вчерайшее. Видите, тут меняется ещё и окончание, исходя из родов. Женский вчерайшее. Концерт это он, мужской, днешний. Встретить я оно. Зайтрайшее. В женском роде а добавляем, мужской ипсилон, средний э. Думаю, понятно. На этом всё. Урок подошёл к концу. А сейчас ещё будет проверка знаний. Тобирай еще、 на kommun workplace. При chiحدث нет. При critical weight przektив. При принципе, мне servicios относиться про социальные экскурсии. При этап в отношении. Чiosity 8 лет Оно же ореш caso escolе На этом все. Урок подошел к концу. Я надеюсь, вы правильно ответили на все вопросы в тесте. Не забывайте оставлять ваши комментарии и лайки. До следующего урока!